Сейчас на поезд сяду, поеду электрической за тачкой. Платформа серп и молот. Не мешайте машинисту контролировать закрытие автоматических дверей. С любыми не расставайтесь, с любыми не расставайтесь. Придется расстаться. Какая чистота. Мыть пришлось очень дохренище, потому что здесь просто были куски грязи. Видишь, еще до конца не все вымыло. Там много очень с прокладки сочилось долгие годы. Грязь не вбивается. И, кстати, трубку на разборке я не нашел. Пришлось сращивать. Дело в том, что она и здесь лопнула. Я уж не знаю, каким макаром здесь. Она не до конца, она держалась, но заломена была. Масло, все супер. Это он такой свежий, что ли? Ну, все вымытое, конечно. Как будто его и нету. А у меня обычно черное. Понятно, но оно почернеет со временем. Но сейчас-то все вымытое. Чуть выше середины. Охеренно. Этот самый. Желательно, конечно, что ты сейчас немножко покатался. Посмотрите, как будешь себя выписать. И надо будет этот. А что, антифриз там? Нет, он ушел. Ушел, что ли? Ну, он уходит. Понятно, пока термостат не отработает, он будет уходить еще немножко. Понятно, что в этом самом. В радиатре-то его сейчас нет. Скорее всего, либо наполовину. А его доливать придется, да? Ну, сейчас этот. Сейчас доедешь-то, дольем. Куда? До гаража? А все равно так же, по ощущениям, воздух опять качает? Нет, оно не воздух, оно просто берет в самом низу, а должно брать гораздо выше. Вы думаете, тут счастливый конец? А вот и нифига. Сейчас капот откроем. А капот мы не откроем. Капот примерз. Как обычно, что делать? Сейчас после ремонта машины проверим. Осталось проверять уровень масла. И антифриз. Иди сюда снимай. Вот, антифриз нормальный. Уровень масла. Сейчас посмотрим. Сюда снимай, вот сюда. Вон сколько масла. Ну что, нормально. Масло в норме. Масло в норме. Я боялся, что у нас уходить будет, потому что вакуумник вчера потек маслами. Сюда снимай, вон. Вон там, где вакуумник. 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 Там на коробке масло вакуумника полилось. Вот эта фишка отходит. Может из-за нее чек горит. Так, заводим. Плохо завелась она, конечно. Чек не погас. Должен уже погаснуть. Не погасло ничего. Говорят, какой-то датчик там не работает неправильно. Завели машину. Так, сейчас. Гидраж не работает. Руль не крутится. Почему-то масло там поменено и он все-таки перестал работать. Иногда тут работает, но когда едешь, он конечно легче крутится. Вот так, и сюда. Иди сюда. Теперь он не закрывается. Он примерзг, теперь не закрывается. Прикольно, да? Сейчас мы ставим. Он снимает еще? Да. Сейчас мы ставим наше средство. У меня есть болтик специальный. Специальный болтик. Специальный болтик. Иди сюда. Вставляем его вот сюда. Ок. Там у меня есть дырка. Вот так вставляем. И капот не открывается. Все. Оп. Вот он виновник всех бед. Шкив коленвала, который развалился на две части. Вот так вот он взял и развалился. Сказали, что масло типа разъело. Ну, может оно и так. Наверное, из сальника бежало и разъело. Пишет. Так, значит, вот что мы имеем теперь. Машина заводится. Мотор собрали. Гидрач не работает. Горит чек-энжин все время. При высоких оборотах свыше 2200 там загорается. Вообще двигатель неисправен. Если чуть газ отпускаешь, он как бы пропадает этот двигатель. Неисправен и нормально как бы дальше. Но чек-энжин горит постоянно. Машина едет как-то вроде вяло. А вроде, ну, по-другому, в общем, как-то. Не так, как до этого всего. До разбора. И самое неудобство, да, что у гидрач не работает. Вообще. То есть он иногда как-то срабатывает чуть-чуть. Так раз. Поворачивается. Но так быть не должно. Почему? Ну, мастер обещал, что заработает. Там прокачает. Просрет. Вот. Но пока, как бы, километров, наверное, 50 проехал. До дома там. И сейчас тут как-то пока тяжело крутить. Как будто на какой-то старой Волге едешь. И вообще ничего не поворачивается. Что с этим делать-то? Непонятно. На выходе получается какая-то шляпа. Грундень. Чё? Фигня. Вот оператор тут комментирует. Фигня, говорит. Ну, фигня, получается. Купили сейчас в магазине масло над оливкой. Мастер сказал следи за маслом, за антифризом. Ну, антифриз нормальный. Масло тоже нормальное. Но чуть-чуть почернело. А то его вообще не видно было. Достаешь щуп, а оно как будто и масла там вообще нет. А сейчас чуть почернело и видно. Уровень нормальный там. Вроде не сожрало ничего. Даже несмотря на то, что вакуумник подтекает и масло там. Ну, слово вот я буду вырезать. Чё ещё? Чё ещё там? Сейчас я вспомню. Пусть он пишет. И масло купил, там сказал он, масло надо долить в трансмиссию. Купил масло фордовское, какое он там мне сказал. Ну, блин, цена, конечно, даже со скидкой там 1700. Блитровая баночка. Там из чего оно сделано? Там из молибдена, платины там. Каких-то ванадьевых присадок. Не знаю. Там с алмазной крошкой. Хотя нет, алмазная крошка вообще всё сотрёт. Ну, не знаю. Да дорогое, короче, очень. Так вот на месте газу, человек этот не загорается. Двигатель не исправен. А вот на ходу может загореться. Ну, загорится. Сейчас мы разгонимся где-нибудь на пустой трассе. Сегодня, право, суббота. Фиг найдёшь пустую трассу. Все прутся, еле и все тащатся. Нигде не разогнаться и не показать это чудесное явление. Ну, это всё будет вырезаться, все эти паузы. Это понятно. Я просто, мысли уходят. Две 100 оборотов. Дошло, двигатель неисправен. Сейчас газ отпускаю, опять всё нормально стало. Работает запись? Да. Во, двигатель неисправен. Кстати, разгона нету. Вот пропало. Сейчас опять будем разгоняться. Пятая. Вот 2000 не поднимается опять. Двигатель неисправен. Двигатель неисправен. К виду всё нормально вроде работает. А чек-энжин горит почему-то. Ремень неисправен. Всё крутится. Супер неисправен. Решак поднимается. Решак. Высыпав лошадь. Реша. Это неисправен. Решак. Я неисправен. Бережа. Решак.